Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Удивительная Планета и сегодня мы поговорим с вами о Доминикане. Доминиканская республика занимает почти три четверти острова Гаити. Эта удивительная страна привлекает туристов со всего мира благодаря своим белоснежным пляжам, почти не тронутой экзотической природе, уникальной местной кухне и оригинальным сувенирам, включая какао и табачные изделия. Далекие звуки музыки радуют слух, а легкий бриз освежает уставших путешественников, наполняя их бодростью. Доминиканцы радушно принимают туристов и многие местные жители, несмотря на испаноязычное население, хорошо владеют английским. Площадь Доминиканской республики составляет 48 тысяч 442 квадратных километра, а население насчитывает около 10 миллионов человек. Для сравнения, в Словакии с сопоставимой территорией проживает вдвое меньше населения. Единственная сухопутная граница проходит с Гаити, а ближайшим восточным соседом является Пуэрто-Рико, расположенный по другую сторону пролива Мона. Южное побережье Доминиканы омывается Карибским морем, а северное – Атлантическим океаном. Ландшафт страны включает горную цепь, простирающийся вдоль побережья. Самая высокая вершина – пик Дуарте, находящийся в западной части острова в центральных кардильерах, высотой 3087 метров. Северные кардильеры окаймляют северо-западное побережье, а восточные кардильеры формируют восточную оконечность острова. Живописные долины, горные потоки и реки окружают эти горы. Самая длинная река Яке-дель-Норте имеет протяженность в 296 километров. В плодородной долине Сибао, расположенной в ее бассейне, выращивают зерновые и табак. Многочисленные озера и лагуны украшают живописный пейзаж Доминиканы. Большая часть страны покрыта густой зеленью, включающей более 5600 видов растений. Здесь можно встретить контрасты природы – от лесов с гигантскими деревьями до пустым с кактусами. На острове растут кешью, кокосы, гуава, карамбала и редкие красные и эбеновые деревья. Географическое положение Доминиканы обусловило тропический климат морского типа. На протяжении всего года здесь царят комфортные погодные условия. Средняя температура составляет от 25 до 27 градусов тепла. Вода прогревается до 25 градусов. Даже в январе температура редко опускается ниже плюс 22 градуса. А в августе дневная температура достигает 31 градуса. Воздух здесь не только теплый, но и влажный. Влажность сколеблется в пределах от 65 до 80%. Самое дождливое место – полуостров Самана с меньшим количеством осадков в феврале и марте. В Санто-Доминго дожди чаще всего идут с мая по октябрь, а в северной части острова – с октября по март. Тропические ливни кратковременны и освежают после жаркого дня. Однако ураганы, приходящиеся на период с августа по октябрь, могут испортить отдых, особенно в восточной части острова. В такие моменты лучше отдалиться вглубь острова на крупный курорт. Высокий туристический сезон с декабря по апрель гарантирует сухую и теплую погоду, хоть и по более высоким ценам. Интересно узнать немного о прошлом Доминиканы, чтобы посетить исторические места. Материальных памятников здесь немного. Большинство находится в столице Санто-Доминго. Когда-то и сама Доминиканская республика называлась Санто-Доминго в честь святого Доминика, покровителя этих земель. До открытия острова Христофором Колумбом в 1492 году местные аборигены не знали о католических священниках. В начале 16 века началась испанская колонизация. И на протяжении следующих столетий за эту территорию боролись Испания, Франция и Великобритания. Независимость была окончательно достигнута в 1865 году. Но за национальным восстанием последовала череда государственных переворотов, вызвавших глубокий экономический кризис. Сегодня политическая ситуация в стране стабильна и не вызывает беспокойство у туристов. Доминиканцы, к сожалению, не могут позволить себе такой роскошной жизни, как туристы. Традиционная промышленность, основанная на выращивании сахарного тростника и обеспечивающая работу для многих, уступает место более дешевым производствам, например, кукурузному сиропу. Это приводит к сокращению рабочих мест. Туризм развивается, но большинство отелей принадлежит иностранцам, предоставляющим местным жителям только самую простую работу. Частые отключения электричества и перебои с водой являются обычной проблемой для доминиканцев. Несмотря на социально-экономические трудности, местные жители остаются дружелюбными и приветливыми. Бейсбол остается национальной страстью и матчи заставляют жизнь в других городах замирать. Религия также играет важную роль. Большинство доминиканцев принадлежат к римско-католической церкви, хотя сохраняется влияние древней религии Вуду. Теперь поговорим немного о курортах. Пунта Кана идеально подходит для рекламных проспектов. Здесь не требуется ретушь. Белоснежный песок, прозрачно-голубые волны и роскошные пальмы на берегу создают великолепный пейзаж. Это отличное место для семейного отдыха, с возможностью однодневных туров для наблюдения за экзотическими животными, посещения мангровых лесов, рыбалки с местными жителями или безопасного наблюдения за акулами и электрическими скатами. В основном здесь находятся пятизвездочные отели, работающие по системе все включено. Коста-дель-Амбар или Янтарное побережье. Знаменито своими пляжами и редким черным янтарем. Под названием Пуэрто Плато объединяются несколько курортных зон. Плая Дорадо включает более десятка отелей с собственной территорией на берегу Атлантики, а также поле для гольфа, казино, бутики, рестораны и клуб верховой езды. Сосуа популярен среди молодежи благодаря множеству баров и ночных клубов, а кабаретто привлекает винсерфингов и любителей водных видов спорта, предлагая снаряжение и уроки для новичков. Ла Романа привлекает состоятельных путешественников, ценящих комфорт и элитные развлечения. Здесь можно заняться большим теннисом, конными прогулками, подводной охотой и гольфом. Рыбацкое поселение Баяибе в 15 километрах отсюда служит отправной точкой для экскурсий на острова Каталина и Саона. Сам Баяибе также популярен благодаря хорошим пляжам и спокойному морю. Хуандолио – отличный выбор для дайверов. Коралловые рифы неподалеку от берега служат естественным барьером для волн, создавая спокойную водную поверхность. Однако из-за известковых обломков на дне рекомендуется специальная обувь для захода в воду. В выходные дни курорт становится многолюдным из-за приезда жителей столицы. Поэтому лучше приезжать сюда в будние дни. Раз уж речь зашла о Санто-Доминго, стоит отметить, что он не только является деловым и экономическим центром Доминиканской Республики, но и привлекает туристов, желающих совместить солнечные ванны с культурной программой. Исторический центр города включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия. На западном берегу реки Осама находится колониальная зона. Старые кварталы с узкими улочками, в том числе Калелос-Дамас, самая старая мостовая в новом свете. А также район Гаскуя с множеством особняков в викторианском стиле. Прогулка по этим местам будет интересной и познавательной. Однако в черте города нет полноценных пляжей из-за каменистого берега. Поэтому за морем лучше отправляться в соседние поселки. Такие как Бока-Чика, где неглубокая лагуна с прозрачной водой и бархатным песком. Также стоит упомянуть о курорте Капкана, одном из самых молодых в Доминиканской Республике. Это место стремительно развивается благодаря щедрым инвестициям и предлагает отдых высшего класса для особой категории людей – политиков, мировых звезд, выдающихся спортсменов и успешных бизнесменов. Капкана привлекает приватными пляжами и бассейнами, фитнес-центрами с личными тренерами, спа-комплексами, уникальным яхтенным спортом, шикарными ресторанами с шеф-поварами, обладающими звездами Мишлен и эксклюзивным гольф-клубом Пунто Эспада. Все услуги здесь класса люкс и стоимость соответствующая. Доминикана привлекает миллионы туристов своими великолепными пляжами с жемчужно-белым песком и морскими просторами. Однако, будет обидно преодолеть тысячи километров и не увидеть ничего, кроме лежаков, коктейлей и прибоя. Здесь много достопримечательностей, включая удивительные водопады. Например, в районе курорта Харабакова находится 50-метровый Эль-Сальто-Химиноа, Бальнеарио де ла Конфленсия, Эль-Санто де Баягадате, Бальнеарио де ла Гуасарас. На полуострове Самана можно увидеть потрясающий водопад Эль-Лимон. Любители экотуризма и фотографы-натуралисты будут восхищены обилием заповедников и национальных парков. В парке Армандо Бермудес находится Пик Дуарте, самая высокая точка Гаити и всех Антильских островов. Лос-Айтесес на полуострове Сэмана привлекает мангровыми болотами и пещерами индейцев Тайна с наскальной живописью до Колумбового периода. Пещеры Сан-Габриэль, Арена, Анхель и Линеа впечатляют размерами и живописными видами. Недавно был обнаружен водопад Зумбадор, что означает калибри. На побережье можно наблюдать за дельфинами, ламантинами и синими китами, которые плавают здесь с января по март. Южная часть полуострова Педерналис и ближайшие острова объявлены заповедником Харагуа. Это самый большой заповедник Карибских островов, где обитают редкие виды животных и птиц, такие как пальмовый тонагра, маленькая зеленая цапля, фрегаты, красная игуана и черепахи лаут. В парке Эльчоко акцент сделан на тропической флоре. Здесь можно увидеть почти 900 разновидностей растений, включая колонии орхидеи. Здесь же находится комплекс Карибский карст с подземными водоемами. В парке Лос-Трес-Охос, расположенном рядом с Санто-Доминго, находятся разноцветные озера на глубине 15 метров под землей. Добраться сюда можно на автобусе, а со смотровых площадок можно полюбоваться пресным озером с аквамариновой водой, желто-зеленым, серным озером и соленым озером со сталактитами. Водные прогулки на плотах разрешены, но купание запрещено для безопасности. Если вас не привлекает нахождение под сводами пещер, но все же хочется увидеть необычное озеро, отправляйтесь на юго-запад Доминиканской республики, где между двумя горными хребтами находится лаго Энрикильо. Пешие и лодочные экскурсии позволяют в полной мере оценить богатство местной природы. Визитной карточкой биосферного заповедника являются рептилии. Здешние игуаны, привыкшие к вниманию посетителей, охотно подходят к людям в надежде получить угощение. Поэтому, если вы не боитесь близкого общения с этими местными жителями, захватите с собой фрукты. Соседи этих дружелюбных аборигенов американские крокодилы. Растительной пищей не интересуются. Однако и людей не рассматривают как добычу. Лучшее время для наблюдения за этими животными – раннее утро, когда жара еще не заставила их скрыться в воде. Культурные и исторические памятники сосредоточены в Санто-Доминго. Колониальная зона изобилует старинными зданиями, каждая из которых заслуживает внимания. Особое место занимает кафедральный собор Санта-Мария-Ле-Минор, старейший храм в Америке, построенный в первое десятилетие XVI века. Этот собор сочетает черты барокко и готики с влиянием Испанского Ренессанса – Платереско. Рядом расположена крепость Осама, служившая для защиты острова Гаити от посягательства Франции, Англии и Нидерландов. В крепости можно увидеть руины стен, башню и старинный арсенал. Главный символ Доминиканской Республики – маяк Колумба – тоже заслуживает внимания. Хотя этот монумент из железобетона не является настоящим маяком. Он представляет собой необычное сооружение в форме креста, стилизованное под традиционные ступенчатые пирамиды коренного населения. На крыше установлено 150 прожекторов, которые ночью проецируют светящийся крест, видимый за десятки километров. Внутри маяка расположены музей и мавзолей, где по официальной версии доминиканцев хранятся останки Христофора Колумба. Тем, кто отдыхает в районе Ла Романы и не планирует поездку в столицу, стоит посетить город художников – Альтас де Чавон. Эта средневековая деревня, воссозданная киномагнатом Чарльзом Бладорном и декоратором Роберто Каппой, скрывает за своими фасадами мастерские и сувенирные лавки местных умельцев, ресторанчики и художественные галереи. В 2011 году в Доминикане открылся уникальный музей, расположенный на трехметровой глубине. Посетители с аквалангами могут увидеть обломки торгового корабля, захваченного пиратом Вильямом Кидом и затопленного у острова Каталина, а также морскую фауну, превратившую судно в подобие рифа. Такая экскурсия – отличный повод заняться дайвингом даже тем, кто никогда не пробовал этого вида отдыха. Традиционная доминиканская кухня – это креольские блюда, на которые повлияли испанские поселенцы, а также европейские и африканские культуры. Основные блюда включают рис и бобы, а наиболее популярное мясо – курица, которую жарят в простых закусочных вдоль улиц и на пляжах. Самый известный доминиканский напиток – ром, но местные жители также любят безалкогольные фруктовые соки и коктейли, которых здесь множество. На острове растет множество экзотических фруктов, которые за его пределами стоят дорого. Насладитесь гуавой, охлажденной маракуйей или любым доминиканским напитком моринсанада, приготовленным из апельсинового сока, сахара и молока. В освежающих напитках и фруктовых салатах часто используются бананы и карамбалы, а кокосовое молоко обязательно стоит попробовать. При покупках в Доминикане будьте осторожны с карманниками. Прячьте ценные вещи и не носите с собой крупные суммы денег. Не бойтесь торговаться, большинство продавцов ожидают этого. Местные рынки в крупных городах работают ежедневно. В Доминикане можно купить уникальные украшения из янтаря и ларимара. Доминиканский янтарь бывает разных цветов и отличается удивительной прозрачностью. Голубой янтарь флоры инсциируют в темноте. Ларимар – вулканический камень с необычайно красивым голубым цветом. Его рисунок напоминает растекающуюся воду. Покупайте украшения только в проверенных местах. Доминиканская республика уже догнала Кубу по производству и популярности сигар. Многие известные кубинские бренды теперь производятся здесь. Сигары скручиваются вручную по специальным технологиям. При этом табачные листья укладываются так, чтобы сигара приобрела пряный аромат с нотками благовоний, который может понравиться даже тем, кто не курит. За подлинными сигарами отправляйтесь в проверенные магазины. Любовь к праздникам и мероприятиям – национальная черта доминиканцев. Почти каждый месяц здесь проходят яркие фестивали и танцевальные события. Традиции праздников восходят к испанским корням, переплетенным с местными обычаями. Поэтому календарь включают как общепринятые, так и уникальные даты. В феврале каждое воскресенье и до конца месяца в городах Лавега, Сантьяго, Монте-Криси и Санто-Доминго проходят великолепные шествия и представления. Участники готовят костюмы и маски целый год, превращая их в настоящее произведение искусства. Самые популярные маски изображают дьявола. Будьте готовы к традиционным ударам прутами и тяжелыми шарами. Каждый год в июле и августе в Санто-Доминго проходит грандиозный фестиваль меренге, привлекающий лучших танцоров города. В начале октября на Малеконе в Порто-Плато проводится еще один фестиваль меренге, превращающий набережную в пешеходную ярмарку с ремесленными изделиями и едой. Фестиваль латинской музыки проводится по нечетным годам в сентябре на Олимпийском стадионе в Санто-Доминго, где выступают известные музыканты в жанрах сальсы, меренге, бачата и джаза. В конце октября проводится фестиваль современных музыкальных групп и солистов из стран, говорящих на креольском языке. Включают жанры калипса, сукус и зайдека. Праздничные дни, банки, государственные учреждения, музеи и магазины могут быть закрыты. Шествия и мероприятия часто блокируют дороги. Советуем спрашивать о передвижении по городу на ресепшене, в отеле или у хозяев жилья. Во время пасхальной недели туристов почти не ждут. И хотя водные виды спорта запрещены, на пляжах и в бассейнах многолюдно. Бейсбол. Этот спорт вторя национальная религия. Более 400 доминиканцев играют в высшей лиге США. Официальный сезон длится с октября по январь, но бейсбол можно увидеть круглый год. Билеты на матчи раскупаются быстро, но перекупщики всегда на готове. Петушиные бои. Эта спорная традиция глубоко укоренилась в Доминикане. В конце недели почти в каждом городе проходят бои, сопровождаемые алкоголем, пари и криками. Гольф. Большинство полей для гольфа находятся на побережье. Лучшие поля в Кассо-де-Кампо, Плайо-Дорадо и Плайо-Гранте. Первые два доступны, а поле Зуб-Пса в Кассо-де-Кампо требуют значительных затрат. Водные виды спорта. На любом курорте можно заняться ведь серфингом, плаванием с маской, парасейлингом, парусным спортом и глубоководной рыбалкой. Кабаретте – одно из лучших мест для серфинга, дайвинга и катбординга. Исследуйте морскую жизнь и затонувшие корабли в Карибских водах. Пляжи Ла-Изабеллы на северном побережье также идеально подходят для сноркелинга. Для россиян действует безвизовый режим для поездок в Доминиканскую республику на срок до 30 дней, что избавляет от необходимости получать визу в посольстве или консульстве заранее. Все формальности можно уладить по прилету. Миграционную карту часто выдают в самолете и бортпроводники помогают с ее заполнением. Вам потребуется загранпаспорт действительный минимум 6 месяцев. Его копия – деньги для покупки туристической карты, 30 долларов или евро, из которых 10 – стоимость карты и 20 – плата за вылет. А также оплаченный обратный билет с конкретной датой. Подтверждение брони в гостинице или туристический ваучер желательно, но не обязательно. Если вы путешествуете с несовершеннолетним ребенком, нужно иметь свидетельство о рождении и нотариально заверенное разрешение на выезд от второго родителя, если он не сопровождает ребенка. Таможенные правила просты. Ввоз наличных не ограничен, но суммы свыше 10 тысяч долларов необходимо декларировать. За пределами Санто-Доминго сеть банкоматов может быть ограниченной, поэтому рекомендуется ввозить наличные. Вывозить можно до 10 тысяч долларов. Ввоз местной валюты запрещен. Нельзя ввозить продукты питания, изделия животного и сельскохозяйственного происхождения, а также наркотические вещества, включая некоторые лекарства. Без пошлины можно ввести до 1 литра алкоголя крепостью не более 22%, до 2 флаконов духов в заводской упаковке, до 500 граммов кофе и до 200 сигарет. Вывоз сувениров, представляющих художественную или историческую ценность, отдельных видов орхидей, сердцевины пальмового дерева и более 50 сигар на человека без специальных разрешений запрещен. Медицинское обслуживание иностранцев в Доминикане осуществляется только по страховке, поэтому приобретите полис заранее. Возьмите необходимые лекарства, обезболивающие, жаропонижающие, антибиотики, капли для глаз, антигистаминные препараты, перевязочный материал, пластыри, антисептики, препараты для лечения хронических заболеваний. Одежду и косметику выбирайте в зависимости от планов на отпуск. Не забудьте головные уборы. Одежду из натуральных тканей, удобную обувь и легкую куртку на случай непогоды. Средства для и после загара лучше взять с собой. Фены и утюги предоставляются в большинстве отелей, но для зарядки гаджетов лучше взять переходник и адаптер, так как напряжение в сети может отличаться. Доминиканская республика имеет хорошо развитую сеть общественного транспорта и дорог, соединяющих города и туристические зоны. В крупных аэропортах можно арендовать автомобиль. Для этого достаточно иметь водительские права. Важно следить, чтобы бак был хотя бы наполовину полным, так как заправки могут закрываться рано или быть без топлива. Проверьте наличие запасных шин и домкрата, так как проколы шин случаются часто. Мотокончас или мототакси – дешевый и популярный вид транспорта, не садитесь без шлема. Также здесь можно арендовать мотоцикл, но помните об опасности этого вида транспорта. Автобус – удобный и экономичный способ передвижения в Доминиканской республике. Можно выбрать комфортные автобусы класса премьера, оснащенные кондиционерами и туалетами для длительных поездок, или автобусы гуа-гуа, которые больше подходят для коротких городских поездок и помогут сэкономить на такси. Гуа-гуа часто заполнены, едут медленно и делают много остановок. Это основное средство передвижения для местных жителей. В крупных городах автобусы более комфортабельны, имеют ограниченное количество остановок и кондиционеры. Даже поездка на автобусе первого класса обойдется недорого. Такси обычно ожидают пассажиров у входов в отеле или на специальных стоянках, например, в аэропортах. Если вам нужно такси, лучше вызвать его через службу заказа. Всегда договаривайтесь о цене заранее и держите необходимую сумму под рукой. Доминиканцы стараются угодить англоговорящим туристам, но знание нескольких простых фраз на испанском языке может сделать ваше путешествие проще и удобнее. В Доминикане чаевые играют важную роль в жизни людей, работающих в сфере обслуживания и туризма. В некоторых профессиях чаевые являются основным источником дохода. Принято оставлять чаевые официантам, портье, горничным и гидам. Официантам обычно дают 10-15% от суммы счета. Если вы расплачиваетесь кредитной картой, оставьте небольшую сумму наличными для обслуживающего персонала. Лучше давать доллары, так как они более цены, чем песо. Горничным принято оставлять 1-2 доллара за каждую ночь пребывания в отеле. Лучше класть деньги каждое утро в конверт с надписью «Gracias». В Доминикану есть прямые рейсы из Москвы. Длительность перелета составляет 10-14 часов. Можно выбрать рейсы со стыковками, но это займет больше времени. В стране три международных аэропорта. Пунта Кани, Санто Доминго и Пуэрто Платто. Откуда можно заказать машину из отеля или взять такси? Если вы приобрели тур, трансфер обычно включен в стоимость.